Вот, теперь попробуй весла, сразу поехали прямо. Вот. Надо, мне кажется, мы будем здесь, чтобы тебя спокойно. Каждый участник нашей таёжной экспедиции, которая началась с плавом по уральской реке Ай, а затем продолжилась с восхождением на гору Еремель, точно знал, зачем он отправился в этот непростой путь. Кто-то хотел проверить свои физические возможности, кто-то привести в равновесие внутреннее состояние, а кому-то было важно на вершине горы принести молитву Богу и попросить у него прощения и сил. Я второй раз поднималась на Еремель, я знала, какая это красота, и что это для меня значит, но сегодня поднимаясь в тумане, в дожде, в этой слякоти, я понимала, что это то, что каждого человека наполняет. То есть каждый шаг на этой горе – это шаг осознания. Ты думаешь то, что у тебя на сердце. И сердце открывается, сердце открывается, и очень много мыслей о Боге, о красоте, то, что нам создал Бог, и очень много мыслей. Как здорово, что мы живём! Один из подъёмов на гору Еремель начинается на юго-востоке Челябинской области, в селе Тюлюк, основанном два столетия назад. И это стало третьим этапом нашего путешествия – знакомство с посёлком и его жителями. Тюлюк расположен на высоте 564 метра от уровня моря, поэтому климат здесь своеобразный. Бывает довольно холодно, дождливо и ветрено. Поэтому хлеб здесь не сеяли, он не возревал. Но со всего Зауралия везли зерно и мололи на семи мельницах. Вообще, хозяйственная жизнь кипела в этом уголке у Фимской губернии. Получали конопляное масло в маслобойке, лён сеяли, из него ткали грубые тонкие холсты, точали густо пахнущие дёгтем сапоги и валяли валенки. Но существовало село главным образом за счёт животноводства, огородов и лесных промысла. И сейчас можно встретить на улицах пасущихся овец, коз и даже табуны диких лошадей. В селе постоянно проживают около 300 человек. И ежедневно съезжаются из разных мест туристы и паломники перед восхождением на гору. Команда нашей таёжной экспедиции остановилась на ночлег в гостевом доме Алексея Щеглова. Я думаю, как построил, конечно, для детей это всё уже. Нам-то чё, вроде уже к старости дело подходит. Вроде незаметно, а всё равно время-то подходит. Как бы дом для сына вроде строишь. Вся жизнь Алексея проходит в этих краях. Здесь он родился, женился, стал многодетным отцом. У него три дочки и сын. Чтобы прокормить семью, брался за любую работу. Был лесником, егерем, занимался плотницким делом, работал в школе кочегаром, учителем по труду, ещё был трактористом, экскаваторщиком и бульдозеристом. Сейчас проводник туристический групп на гору Еремель. Живёт Алексей небогато, но на жизнь не жалуется. Опоры своей жизни считает семью. Лёш, скажи, сколько лет дом ты строил? Ну, лет 10, наверное, я как бы по времени-то и не замечал, по сути. Ну, примерно лет 10 где-то. Ну, а как? Он же дорого стоит, много денег нужно. Ну, начинал вообще с нуля. Выписал лес. Сперва мы взяли участок. Нам дали как бы бесплатный участок. Потом под этот участок дали 50 кубов леса. Первый год я его свалил сам, с отцом. Отец помогал, братья. Мы его вытравили, сюда привезли. И уже здесь, на второй год, мы уже рубили здесь дом. Как бы начинал я, брат мой родной, помогал Тимофей. Потом дядь Саша, дядька мой, помог мне срубить сруб. Вот мы срубили сруб. На следующий год, с весны, брат, опять же, мне, брат помог залить фундамент. Он мне помог. Потому что мы здесь, в деревне-то, не работали так, такого ничего не было. Денег-то, ну, карман дырявый, можно сказать, что без денег начинали строить. Так как у меня машина своя, ГАЗ-66, вывозили щебень, там, камень уже. Ну, сами, ну, тоже братья помогали. Все, залили фундамент, поставили струб, мы стопу собрали в два этажа. Потом, как раз вот у нас родился сын Степан, последний, можно сказать, крайний. И нам материнский капитал дали. Вот это нам очень помогло сильно, как бы, материнский капитал. На материнский капитал мы уже купили потом крышу вот, железо, доски. И, ну, конечно, это был большой толчок, очень большой, потому что деньги вроде все в куче сразу. И все, и с этого у нас началось. Вот, тихонько-потихонько. А теперь-то что накопили? Скажем, за лето заработали, копим-копим и вкладываем. Опять копим-копим, год, что-то построим. Что-то копим-копим, опять построим. Вот, с такими силами. Вокруг дома и даже лесистой части горы Еремель стоят деревянные фигуры, вырезанные Алексеем. Ведь и ватые перила – тоже его рук дело. Они стали украшением многих домов поселки. Я вообще как бы начинал, вообще сам, никто меня не учил, ничего. Я начинал все это с нуля. Первый, мне попросили, вот такая лестница, такую сможешь? Я говорю, ну, конечно, смогу, почему бы нет? Потому что человек, дело же все вообще человек. Человек, говорю, сможет хоть что, нужно захотеть, самое главное. Все попробовал, он сделал у них три лестницы, вот, и вот себе вот. Меня много людей звали, кстати, вот, увидели, зовут везде где-то там. В Уфу звали делать, ну, как бы я не выездной человек. Не люблю куда-то ездить там что-то, ну, вот. Знаешь, очень многие жалуются, говорят, да нет, ничего нет, работы нет, делать нечего. Вот и пьем поэтому. На мой взгляд, это… Работы нет для ленивых. По идее, работу найти можно везде, в любой, скажем, заброшенной даже деревне, можно пойти бабушке дров наколоть, там что-то подремонтировать. Все равно у бабушек что-то есть, запасы какие-то. Все равно ты заработаешь себе, ну, покушать ты заработаешь. Даже, наверное, на хлеб с маслом заработаешь. Так что, работа не для ленивых, для работы и для всех. Я тебя сегодня в храме визжила. В храм вообще я пришел, у нас здесь был батюшка, когда учили в школе. Ну, вот он к нам ходил в школу и сделал приходскую школу при церкви. Вот мы своим классом всем ходили к нему туда, в церковь. И все, и с того началось я стал… он давал нам библии, там книжечки всякие, брошюрки, и все, и вот с того вот началось. Нам повезло, мы были в Тюлеке в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В храме Пресвятой Богородицы, возвезенном в центре села еще в 1890 году, священник служил литургией. И это была еще одна подаренная нам радость. Есть те храмы, в которые ты заходишь, и душа успокаивается, и ты как будто попадаешь в мир, где тебя любят. В них приходишь как будто домой. И вот это вот состояние дома, радости, любви, вот это какое-то умиротворение, оно именно важно для каждого человека. Ты домой пришел. Храм Пресвятой Богородицы – один из пяти сохранившихся до наших дней образцов деревянного храмового строительства Челябинской области XIX века. Здание церкви построено из лиственницы без единого гвоздя местными мастеровыми. Первая церковная служба в храме прошла 9 января 1894 года. Храм стал духовным местом для жителей всех окрестных деревень. А в 1930 году советская власть храм закрыла. Его не разрушили, но открыли в нем клуб. Однако, несмотря на запреты, верующие сельчане тайно его открывали и скрытно молились. Вот Божьей милостью храм сохранился в 1973 году. 19 апреля был страшный пожар в Челюкия. Вот, горело вон наверху, загорелось. Был ветер. Перетинуло рубероид вот здесь рядом, вот около храма. Здесь загорелось и секунды, минуты перелетело на Бугор. И вот это все горело. Храм был в очаге пожара, в центре, как бы сказать. Но вот как-то, как-то он уцелел. Никто не тушил уже, ничто. Вот, паника. И что там, как спасший храм, неизвестно. Вот, но храм, слава Богу, сохранился. Потом 74-й год. 10 мая, вот, утро. Скотину выгоняли, мама корову там подвоила, забегает, кричит, клуб горит. Вот, что быстро соскакаю и смотрю в окно, изо всех окон дым валит. Вот, вот, быстро бегу сюда, тут еще подбежали. Дверь приоткрыли, дым немного вышел ползком-ползом. И в углу, вот, с левой стороны, около окна стояло радиол, там, пластинки крутили в то время. Замыкание, и там загорелось. Загорелось, и вот окно обуглено, там ее скоблили. Косяк, вот, стол обгорел, рухнул даже он. И второй этаж был перекрытый, сделано там, когда фильм оказали, чтобы, как бы, звук было слышно, а акустика не мешала. Вот, перекрыли, и загорел щептолок в углу. Вот, ну, все затушили, слава Богу, и страшного ничего не случилось. То, что церковное здание уцелело в двух пожарах, было воспринято жителями Телюка как чудо. И когда в России стали, наконец, возрождать храмы, большинство жителей села проголосовало за то, чтобы их храм был возвращен верующим. Помните, когда в храме еще был клуб? Я работала 23 года там. Жизнь, что там было? Кинометанником. Фильмы, показки? Да. Ну, и фильмы, и танцы, все, все вечера там были в клубе. А не больно было танцевать-то в храме? Ну, мы храм-то не захватили в старое-то время. Мы росли уже, был клуб. А потом, когда это храмом стало? Ну, голосование было. Кто за храм, кто за клуб. И пересилил, конечно, храм. А нас перевели в старую библиотеку. Вот там был клуб после пожара. Ну, а вы, честно, за что голосовали? За храм. За храм, да? Да. А почему? Ну, потому что все равно с детства были бабушки, дедушки. Все верующие были. За два месяца мы храм подготовили к богослужению. И со 2 декабря начались богослужения 92-го года. Вот. Отец Игорь Фирсов, фамилию его, сейчас он живет в Москве, трудится где-то там. И он служит. Полтора года он прослужил у нас. Потом владыка переводит его в Катаф Ивановск. Священник с образованием, приход городской, вот он уезжает туда. А когда служил здесь, он мне начал как бы в алтарь приглашать. Я в алтарь заходить-то боялся, вот. Что я делаю все, помогаю, что к службе, а там и делать-то мне нечего. Вот. Но он начинает вроде бы, вот давай смотри просто комедию, как совершать, да что. Будешь священником вроде, а отец Игорь. Я говорю, ты что придумал, что ты учился. Я прожил всю жизнь в селе, вот. Что я учиться не учился, я трудился всю жизнь руками. Вот. Я говорю, даже в мыслях быть не должно. Но вот проходит время, он уехал туда. Сюда приезжает раз в месяц на службы. Вот уже и боль и печаль, опять же. Что дальше делать? Потом проходит время, от владыки был звонок. Тебе надо поехать в Челябинск. Все, я бросаю все дела и еду в Челябинск. Приезжаю туда. А владыка благословляет меня в дико на руку полагать. Вот я даже рта не успел открыть, что я против или за. Вот. Садись и едь. Вот. Настоль было, вот как сейчас, вот все это в памяти, что я стою на пол и подбираю подрясник. До того было это для меня, вот я не знаю, как в ушатки пятком окунули меня. Вот. Ну, благословение, что же. Владыка благословляет, готовишь к причащию, завтра полагал. Вот. Что это было вот такое, вот как бы служить-то некому. Владыка мне руку положил вон на плечо и сказал, ну, а кто же будет служить? Храм открывается, а попов-то у нас нету. Вот. Вот пришлось рукополагаться и начинать служить. И начинать служить-то вот сейчас и литературы много, и все есть. А тогда не было ничего. Вот. Что-то, икона не было. Я не учился, как службу составить, где текст искать нужно и что. Мне было 43 года. Вот. Рушился лес промхоз, зарплату не платили. Вот. Но я здесь родился, я здесь жил. Вот у меня есть руки. Я катал валенки, вот. Зарабатывал кусок хлеба, чтобы прокормить семью. Вот. Из храма никакой зарплаты, даже в мыслях не было, что что-то. Тут каждая копейка экономилась что-то приобрести в храм. Вот. И цель была, для меня был настолько дорог храм, и сейчас он для меня дорог. Более 25 лет настоятелем храма является отец Петр Назаров. В его служении ему помогают прихожане. Вы активно участвуете в жизни церкви, да? Да, я являюсь местным атаманом, тюлюзко-тварского казачьего общества. Поэтому приходится и помогать, и обслуживать, и как бы здесь, как бы сказать так, и охранять, и служить, и все, но насущие вопросы какие есть у батюшки, как бы, стараемся делать, выполнять. А сами вы как пришли вот к молитве, к храму? Ну, наверное, благодаря родителям. Все-таки у меня, как бы, родители все верующие, и, как бы, сам по себе, поподноготнее, что где-то предки были казаками, то есть казаки, казак без веры, не казак, как бы, это все сохранялось, и по родительским, как бы, это так, пришел в церкви, как и мои детища сейчас ходят в храм тоже, поедутся, причащаются. С верой легче жить в жизни? Ну, вера помогает, ну, как, ну, допустим, даже вот в тех различных способах, что знаешь, что, допустим, это грех, допустим, что его желательнее делать, то есть уходишь от этого греха, значит, естественно, сохраняется больше любви, доброты какой-то, то есть, как бы, в семейных положениях, что если брак венчанный, значит, как бы, сохранение семьи, то есть ты уже понимаешь, что ты ничего, ответственностью не только перед женой и детьми, но еще и перед Богом, в этом плане, конечно, легче. Молитва помогает. Помогает молитва? Очень помогает. Вот у меня шесть месяцев тому назад муж умер, я похоронила мужа. Но вот каждую службу я хожу сюда, и мне не легче. Я схожу в храм, мне легче. А с чем связано, что люди не ходят в храм? А кто знает? Как прижмет маленько, так идем в храм. Так можно ведь сказать. Ну да. То есть от радости не бежим в храм, бежим скорее с горя, да? Да, да, скорее всего так. Скорее всего так. Вот люди, вот любого спроси сейчас, ты верующий, скажет верующий, да, я Бога признаю. Он не скажет, но он не исполняет то, что должен исполнять христианин. Понимаете, у людей сознание какое. Ну вот как мне больно, я, Господи, помоги мне грешному, что-то меня жареный петух клюнул, помоги мне. А потом, как все в жизни выстраивается немного, боль как от утихата, мы и храм забыли. Вот сейчас точно это же. Ну, допустим, они там прочли Библию, что-то почитали, и вот думают, ага, есть заповеди Христовы, да? Нагорная проповедь, скажем, да? Ну вот я стараюсь это не делать, и достаточно. Но я же перед Богом, да? А что мне церковь? Она-то здесь при чем? Я вот как бы с Богом соединен и стараюсь жить по-божески. Вот почему в храм-то надо ходить? Бог у меня в душе, сказывает. Да, сказывает, да. Вот, ну вот Бог, душа, она сродница Христу, и христианка как бы по жизни. Но человек-то сам, вот, который умеет размышлять, который задумывается о чем-то, он всегда будет искать ответ. А ответ искать где? В Евангелии. И когда мы прочитаем Евангелие, мы увидим, что там написано. Зачем в храм ходить? Зачем Господь сновал церковь? Зачем в Великий Четверг Он совершил первую литургию на земле? Зачем, коль сказать-то? Вот оно учение Христова, вот действие Христова. Перед страданиями Он совершил первую литургию на земле. Вот, пострадал, дал себя на растерзание и кровь свою пролил, что вот мое тело, ешьте его, и вот моя кровь. И в Евангелии что написано? «Не яды моей плоти, не пияй моей крови, не унаследую Царство Небесного». Все ясно, просто, в нескольких словах. Вот и все. Или же что-что сказано? «Кто в этом мире прелюбодейном устыдил, чем меня, то во устыжу, чем я перед Отцем Небесным». Вот, кого-то эти слова затрагают, а кого-то ведь нет. Он прочитал, и, может, как-то мимолетно пролетели, да и все. У каждого свой путь к Эре. Кто-то приходит через отчаяние, кто-то после долгого размышления, кого-то приводит близкий человек. И не важно, что послужило толчком, главное – прийти. Я пришел к Эре банально, потому что родился тяжелым. Родителям буквально под расписку сказали мне не забирать, я не выживу. Когда меня покрестили, все пошло по-другому. Ну и так, собственно говоря, у меня вся семья православных, верующих. Мы, конечно, ходим в церковь. У меня, более того, у моей дочки крестный отец, священник, да, как бы служитель церкви, настоятель. Поэтому православие меня везде окружает. И да, я верующий. Я даже на своих занятиях всегда говорю девчонкам, которые сидят у меня на занятиях, я всегда говорю, кто-то сильный, добрый все время тебя вытягивает за макушку вверх. То есть вот это состояние, что кто-то сильный, добрый тебя вытягивает за макушку вверх, у них это откладывается где-то на подкорке, и они потом очень часто мне... Многие там, допустим, как-то в жизни складываются у них жизнь, и они говорят, а мы всегда помним, что кто-то сильный, добрый нас вытягивает вверх. Вот это вот состояние, что ты все время рядом с сильным, добрым, и он всегда с тобой рядом. Сила нашей воли, сила намерения, сила нашей веры всегда приводит к тому, что опять-таки запускаются какие-то скрытые резервы организма. Ведь не просто люди, приходя в церковь с какими-то проблемами, вдруг получают облегчение, либо выздоровление полное в данном случае. Вера всегда помогала нам, да, по истории. В войнах, в каких-то моментах, связанных с угнетением здоровья, даже неверующие начинали верить. Поэтому, да, я даже никогда не задумывался, чтобы там усомниться в этом хоть на секунду. Поэтому, да, у меня вся семья, дети все, мы периодически, да, причастие, все, как положено, ходим в храм периодически, да. Насколько это важно, человеку иметь вот веру и знать, что вот с тобой Бог всегда? Я думаю, это вообще как бы важно, очень даже, очень важно. Потому что, ну, как, надо же, даже если ты не веришь ни в кого, но все равно вера, я думаю, вера помогает вообще. И, как выразить-то словами, если ты будешь, как бы, Бог нас учит любить, во-первых, жить правильно, там, по совести. Если ты будешь жить по совести, тебе с людьми будет лучше общаться. На мой взгляд, вот так. А ты рассказывал вчера историю про какую-то деревню, которая рядом, и что там преступность была, вот что-то, а появился священник, и все прекратилось. Это, вот, чисто моя точка зрения, и заметил я, вот, как бы, для себя. У них, вот, это деревня Меседа. У них храма раньше не было. Ну, преступность там была, как бы, ну, бытовая, все время была. А вот, буквально, скажем, сколько-то лет, там, лет пять, может, у них вот тишина, вот построили храм, у них вот сейчас нет вот такого. Это заметил я. Может, еще кто-то заметил, я не знаю. Ну, ты-то свяжешь с тому, что там появился священник, храм. Да, думаю, думаю, да. Это мой вывод лично. Как бы, я иногда делаю выводы сам собой, ну, как бы, думаешь там про Бога, и вот подумал, что раньше там действительно преступность постоянная была. А сейчас вот храм сделали, нет. Неважно, где живет человек, в большом городе или таежном селе, в России храм всегда был средоточием духовной жизни, влиял на поведение людей, удерживал их в родных местах. Александр, у меня такой вопрос. Ну, в принципе, это такая глубинка, здесь такая тишина. Я вот тут хожу по улицам, и редко-редко человек пройдет. Вот не скучно вам здесь жить? Ну, глубинка была, наверное, раньше. Раньше, если кто-то появлялся чужой, то здесь все знали уже, кто-то новенький. Сейчас с туризмом уже не глубинка далеко, и народ кишит, наверное, не меньше, чем в городе. А никогда не хотелось в город уехать? Не, ну, думки были, конечно, без этого никак. То есть мы живем для себя, а детям было, типа, спортивных кружков, танцевальных. То есть здесь этого нет. Хотя, с другой стороны, я считаю, что наши дети растут нормально, природно. То есть на мотоциклах гоняют, на мопедах гоняют, в речке купаются. То есть они не сидят в интернете, как нынешняя молодежь в больших городах. То есть с этого стороны, наверное, большой плюс даже. То есть они на покосах, они со скотиной, они все знают, все ухватывают. Огороды, грядки, скотина. То есть свое хозяйство. То есть в этом плане, я думаю, они более счастливы, наверное. Походы, лес. Наша экспедиция подошла к концу. Пришло время расставаться, разъезжаться по домам и на прощание, сказать еще раз какие-то важные слова о нашем путешествии. Я отсюда полная уезжаю, полная силы, энергии. И то, что я сильно-сильно физически устаю, это вот, ну, просто в радость. На следующий день встаешь, и такое вот счастье, как бы счастье, что ты сделал этот ход, сходил, не знаю, послушал эту природу. В такой команде, конечно, это было первый раз, и было вообще здорово. Мы все думаем, что надо все-таки детей, да. Ну, подумали, а, и как мы поедем? У нас тоже там три года ему только, дочери там девять, она как бы не привыкла. А теперь вот посмотришь и задумаешь, что все-таки надо вот эти из головы выкинуть и брать, и вести. И пускай видят, потому что жалеть нечего, как говорится, и держать их в тепле дома. Ну да, я работаю доктором, я принимаю пациентов. Приходят люди, я смотрю анамнез, там, да, мы что-то в тактике лечения, терапии вырабатываем с ними. Но если мы говорим о том, что человеку не помогает уже фарм, то есть не помогает синтетические препараты, ему нужно что-то другое, я говорю, поехали с нами, поехали. Для меня вообще вот это путешествие по реке – это вот, собственно, модель жизни. Вот такая хорошая модель мироустройства. То есть Бог человеку дал произволение, но не в полном объеме. Он ему дал, вот река на два рукава разделилась, вот ты выбирай, в какой тебе идти. Где-то жизнь примерно так же устроена. То есть человек не может сделать абсолютно все, что хочет. Он выбирает, вот в каких-то таких рамках тоже заложено. Ну а для меня эта поездка была подарком судьбы. Я благодарна ей за то, что она заставила меня оторваться от компьютера и перенесла в тайгу. Впервые в жизни дала возможность плавиться на катамаране по реке. Но главное, она подарила встречи с удивительно сильными и добрыми людьми. И это были разные путешествия внутри одного большого путешествия. Ведь знакомство с яркими и интересными людьми – это всегда странствия по незнакомым мирам, где ждут удивительные открытия. И я совершила эти открытия, и теперь буду скучать по этим людям и надеяться, что мы снова встретимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...